И о спорте. В эти дни в столице Чувашии проходит открытое первенство республики по фигурному катанию на коньках. Она собрала около 300 спортсменов из разных городов страны. Как Чувашская спортивная школа выглядит на фоне остальных, узнавала моя коллега Галина Титарчук. Наша звездочка Анна Кортова наблюдает за соревнованиями с бортика. На нее Чувашские тренеры возлагали самые большие надежды. Но из-за перелома лодыжки подопечная Ольги Булавкиной вынуждена пропустить сезон. Но сидеть дома не может. Пришла поболеть за подруг. Одна из них Елизавета Мышкина. Меня поддерживали мои родители и вся наша группа фигуристов. Мне это помогало, потому что у меня ощущения конька хорошие. Лед я чувствую лучше, потому что я к нему уже привыкла. А в другом городе я немного волнуюсь, потому что лед мне еще не знакомый. Едва родился и налет. Это обычное явление для большинства фигуристов. Уже в 4 года Эрик Мурзин из Казани делал свои первые шаги в спорте. И сейчас активно ездит на различные соревнования. У меня не совсем получился каскад. Остальное я все сделал. Риттбергер с руками наверх, аксель, комбинированное вращение и волчок со сменных ног по уровню. Я хочу равняться на Юдзур и Ханю. Я хочу попасть на Олимпиаду. Это моя мечта. Я хочу занять там первое место, стать олимпийским чемпионом. Но пока до Олимпиады далеко. Юным фигуристам предстоит провести долгие часы на льду и в тренажерном зале. Выучить самые сложные элементы фигурного катания. Ну, основным критерием оценивания спортсмена это является выполнение прыжковых элементов, вращение, дорожка шагов, также импровизация. То есть, также смотрят, конечно, костюмы ихние, ну и артистичность. Это все влияет на общее количество баллов. По итогам двух дней спортсмены из Чувашия, перворазрядники Даша Андреева и Никита Голубов смогли завоевать серебро. Впереди еще один соревновательный день и новые победы. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.